Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лётных видов спорта! Как вы видите, погода у нас вокруг абсолютно нелётная, дымка, облачность, один день буквально, завтра опять лётная. И я сегодня решил разобрать пипистрель. То есть, так он меня, скажем так, удивил за эти дни, что от этого глубокого удивления я решил, что надо что-то с ним делать, потому что так жить дальше нельзя. Поясню вам, в чём, собственно, проблема. Проблема в том, что планер работал в Италии, где было всегда тепло, и батарейка вряд ли когда-нибудь опускалась за 15-градусную температуру. Здесь у нас в Альпах, ну вот сегодня, допустим, 11 градусов тепла, но было несколько дней, когда было прохладно, и из-за этого прохладно вот этот вот наш ангар выстуживался до, ну скажем так, 2-3 градусов тепла. То есть, на улице было минус 15, ой, минус 10 там максимум было, а здесь была всё равно плюсовая температура, но батарейки охлаждались. И эти батарейки нужно было перед тем, как с ними работать, нагреть. Попробуем и мы нагреть батарейки. Включаем мастер и смотрим, что в системе сейчас 60, всего лишь 2% батарейка, хотя я их вчера заряжал, ну собственно и вчера 62 было. И вот, загорелась надпись красная, что батарейки запустились на прогрев. Вот символ, который обозначает прогрев батареек. Процесс нагрева будет продолжаться около часа, при этом расходуется энергия самой батарейки. Скорее всего это какая-то разбалансировка элементов, потому что когда я получил планер, на нём было 96%, он заряжался, прям включил, 96%. Взлетали было 87%, первый полёт, потом мы зарядили его до 96%, потом вдруг стало там 80%, ну короче всё посыпалось потихонечку, потихонечку. Позавчера я зарядил его до 86%, потом взлетал было 76%, а вчера вот, хоть я бился всеми возможными местами, больше 62% не получилось. То есть отсекает зарядку, то есть зарядка даёт напряжение, дальше контроллер видит, что какая-то ячейка вышла за пределы, он мне не показывает эту ячейку, он просто берёт тупо всё и отключает, и ничего не пишет. Выключил и всё. Я, конечно, записал всё на логер, там есть специальная балалайка, которая пишет всё, мне нужно сейчас зарегистрироваться в пипистреле, выслать им все файлы, они будут анализировать и так далее и тому подобное. Но я инженер, самое обидное, что я инженер, который разбирается, который построил, извиняюсь, дом автономный, у меня в доме там батареек на 36 кВт-часов, панель солнечная на 11,5 кВт. Я вот в своём доме могу всё понять, где у меня что, почему и как, зачем не работает. И вот когда тебе достается вот такая тыква, вот в виде этого пипистреля, это бесит нещадно. То есть в современном мире, конечно, так и нужно для домохозяек. Так, написал, что котиков нельзя в микроволновке купать, нажал на кнопку и забыл. Ну, блин, как же это бесит, честное слово. Бесит это, кстати, в автомобилях. У нас был случай, я уже рассказывал в связи с пипистрелем, что одна маленькая батарейка 12-вольтовая, которая вышла из строя за 8 лет, свинцовая, она просто разрядилась, умерла до конца. И автомобиль превратился в тыкву. Его эвакуация с трассы, его ремонт, батарейка стоит, причём, всего лишь там 80 евро свинцовая, но весь геморрой вокруг на несколько тысяч евро обошёлся. Поэтому я знал, что это батарейка, я знаю, что мы подключили другую, по идее это должно было жить, но оно требовало обновить коды, сделать там, уж не знаю, что это ещё в машине. В общем, бесит. Вот такой вот подход, он, понятно, что безопасный максимально, что теперь там никто в своей машине на кнопку и так, чтобы это... Но я в своём летательном аппарате такого геморроя не хочу. И просто мы сейчас разберём пипистрель, посмотрим, что у него внутри, и из компонентов, которые выберем сами, потому что батарея стоит новая, 20 тысяч евро. Если купить элементы на эту батарею, они обойдутся тысяч в шесть. Ну, плюс сборка, плюс сто, плюс всё понятно, интеллектуальный труд и прочая, прибыль. Ну, блин, это за гранью разума покупать батарейку за 20 тысяч. Мало того, плохую уже батарейку. Апгрейдить планер до уровня G3, там это будет стоить тысяч 40-50. Так вот уж извините, лучше уж я, зная как, что работает апгрейд, я это сам, и буду на этом летать на свой страх и риск, естественно, уже, чем вот побираться в этого пипистреля. Фирма, которая этот планер выпустила, с клиентами ведёт себя отвратительно. И я буду счастлив, если я в будущем сделаю ролик о том, что это не так. Пока так, пипистрель. Вы услышали? Надеюсь, вы что-нибудь по этому поводу ответили. А мы погнали разбирать этот планер. Выпускаем двигатель. Выпускается он, конечно, красиво. И жужжит очень красиво. Сейчас поднимется. И он, кстати, нам даст возможность себя покрутить, несмотря на то, что у него неправильная температура. Тут, конечно, стоят всякие защиты, но, в принципе, вот я вот ставлю на самую маленькую скорость. И смотрите, вот эта штука вот так вот в помещении жужжит. Сейчас я щелкаю ещё один разочек тумблером. Сейчас это вот так жужжит. При этом мощность, которая сейчас потребляется, 0,3 кВт. Выключаем. Сейчас он запаркуется. И теперь смотрите, какой хитрый момент я сделаю. Я возьму и выключу вот этот тумблер. Чпок. Всё, тумблер выключен. Теперь эта штука не контролируется контроллером. И мы можем этот винт уже крутить. Причём чудесно крутить. Смотрите, я сейчас его толкну и сколько он будет вращаться. Оп! Видите? То есть легко вращается, а то он элементарно. Соответственно, если эту штуку запустить в полёте на авторотацию, то бишь просто двигаться, набегающий поток воздуха будет заставлять этот винт авторотировать. То есть вот так вот вращаться. И, соответственно, при этой авторотации, если мы внесём какой-то элемент торможения, то мы начнём вырабатывать энергию. Это и будет рекуперация. Собственно, вся моя идея заключается в том, чтобы подзаряжать этот планер в полёте. И это реально и можно. Точки крепления двери достаточно силовые. Вот здесь цилиндр, который выпускает этот двигатель, убирает. И я уже посмотрел, что конструкция вполне выдержит набегающий поток. Чего я опасаюсь? Если винт будет авторотировать, он будет создавать достаточно большой тормозной момент. То есть вот так вот. Но штанга достаточно хорошо упирается. То есть работает элемент вот этот, который выдвинулся в этом случае на сжатие. Нажать, конечно, работа хуже, чем на растяжение. На растяжение он работает вот так. Но мы понимаем, что не 100 кг тяги мы будем с него снимать. Потому что этот винт, когда он работает на полной мощности 35 кВт, в принципе, даёт около 100 кг тяги. Тормозной момент будет 1 кг 20-30. И при этом будет вырабатываться, ну, пускай 1 кВт электроэнергии. Этого мне хватит. То есть я смогу гонять по склонам и заряжать батарейку. Пробовать это никто не пробовал. Сколько энергии получится, никто не знает. Фирма Пепестрель на предложение. Давайте мы на этом планере оттестируем такую штуку. Ну, просто добавьте в прошивку. Там нужно-то добавить всего лишь, что... Убрал в ноль. Винт крутится от набегающего потока и даёт энергию в батарейку. А потом, если хочешь выключить, нажимаешь там ещё одну кнопку. Убрать двигатель. Включить тормоз. Тогда включается тормоз на парковку и убирается винт. Ну, примерно так. Вот, работает. Чок. И теперь можно эту штуку убрать. Всё. То есть, поиграли в авторотацию. Накачали энергию. Потом убрали. Ой, там мой фонарик. Ё-моё. Стоп. Эть. Эть. Я надеюсь, винт не задел фонарик. Интересный момент. А в таком положении я могу сдвинуть? Ну-ка. Оп. Пытается вернуть. А если так? Эть. Слушайте, кстати. Ух ты шьё. Сильная хрень. Эть. Эть. Змеюка подколодная. Усилие, кстати, достаточно большое. То есть, она прям... Эть. Ну, прям реально усилие прилагает, чтобы убрать. То есть, тормоз работает очень хорошо. Значит, всё получится. То есть, если вот такое усилие тормозное балалайка это развивает, значит, вполне себе авторотация возможна. Вот вам производитель двигателя. Со всеми его параметрами. Однако, у пепестреля этот двигатель называется 4030. Пепестрель. Ну, не честно это, по крайней мере. Мне кажется, уж надо указывать, с каким компонентом это собрано, чтобы можно было понимать, как это ремонтировать. И тем более, что этот планер по самой идее, это ультралайт. Тот, на котором пилот имеет право обслуживать этот летательный аппарат, а не фирма. Поэтому я, по идее, должен иметь документацию, по которой я смогу балалайку эту всю разобрать и собрать. Что мы будем снимать сегодня? Вот этот контроллер. Выясним, кто же его делал, я надеюсь. И снимем эти аккумуляторы. Посмотрим, какие внутри из них элементы и какая батареи менеджмент систем. Конструкция батареи на данный момент убогая. Это две батарейки по 150 вольт, соединенные последовательно. Соответственно, и заряжаются они зарядником, тоже заряженные последовательно. У каждой своя БМС. Соответственно, где-то на какой-то из батареек напряжение больше, плюс на какой-то ячейке напряжение больше. Эту всю конструкцию отрывает на 280 вольтах, а максимум батарейки 302. И всего лишь 62% сейчас у меня в этом планере. То есть я еще могу летать чуть-чуть, но когда станет 50, я по закону, по реле этого планера взлетать уже не могу. Осталась капелька. Именно по этой причине я сейчас хочу разобрать, посмотреть и переделать эту систему на две батарейки параллельных с напряжением 302 вольта. В этом случае будут ячейки по 30 ампер-часов, соединенные все последовательно. Это схема 72 ячейки. Последовательно каждую контролирует БМС, а каждой ячейки мне на телефон присылает лист БМС, который мы поставим. То есть все будет так, чтобы видеть все. Одна ячейка сдохла, хорошо перебираем батарею, например. Или там ставим новую. Ну и новая батарея, извините, не будет стоить 9 тысяч евро. Там сейчас две батареи, там 19 с копейками тысяч евро. Надеюсь, что мы сделаем это дешевле. Соответственно, зная батарею, зная состояние, зная состояние ячеек, можно прогнозировать полеты и не бояться. Плюс современные элементы, которые по 30 ампер-часов, у них очень низкое уже внутреннее сопротивление. И если Пипестрель сейчас на модели этого года сделал водяное охлаждение, ну, по сути, потому что они скопировали это водяное охлаждение со своего там самолета Пипестрелевского, так легче унифицировать разные элементы. Но городить здесь, в планере, который расходует батарейку недолго, водяное охлаждение, ну, мне кажется, совершенно нерациональным. То есть достаточно воздушного, нужно на взлет 30 секунд полную мощность, дальше ты трахтишь до ближайшего потока, встаешь с него и набираешь. Все. То есть трахтеть можно, вот как я показал на этом, на 20 киловаттах. А на 20 киловаттах современные ячейки и греться не будут. То есть время, за которое на даже 30 киловаттах нагреется батарейка, 40 минут. То есть 40 минут нужно, тогда она быстрее разрядится. Именно по этой причине хочется сделать по-человечески. Понятно, что на этом волшебном пути мы столкнемся с массой приключений всевозможных. Но мы же сделали электрическую лебедку. Она работает, она делает рекуперацию, она заряжает батарейку. Я когда ехал в Литву, я тупо забыл зарядное устройство здесь во Франции. И мы, разматывая трос под нагрузкой и сматывая без нагрузки, зарядили батарейку до полного уровня и затянули планер маленькой лебедочкой. И затянули классный легкий планировочек. Цепляем мне замок. Я, конечно, себя еще никогда по телефону не запускал. В прямом эфире взлетаем. Давайте. О, поехала. Потихонечку едет. Сейчас начнет разгоняться. Вот, ой. Пошло. Пошло. Потома. Ох ты шьё. Мама ты дорога. Ой. Я лечу. Класс. Все отлично. Друзья, это есть. 80 километров в час дает. Охренеть. Больше скороподъемность на пределе. Держу 70-80. Высота растет. Со страшной силой. Угол вы можете оценить. Посмотрите. Какой угол тангажа. 250 метров. Скорость начинает расти. Увеличиваю тангаж. Скорость начинает падать. Уменьшаю тангаж. Это же лебедка. Электрическая. Она тягу точно, точно держит. Вот это высота. 300 метров. Хорошо. Очень хорошо. Скорость нарастает. Тангаж держу. Видите, сейчас не могу. Тянет нос вниз. Буду отцепляться уже. Сейчас должны, по идее, тягу сбросить мне. Дергаю. Оп. Есть отцепка. Ну и смотрим, как там внизу парашютик полетел. Затяжка с электролебедки на планере деревянном. На парапланерной электролебедке затянули планер. И наша электрическая лебедка, она позволяет батарею заряжать. Делать рукоперацию, в батарею засовывать все. Там разряжать, конечно, делаешь, что хочешь. Друзья, как это выглядит. Посмотрите, сейчас 900 ватт вкачивается в батарейку. Потому что батарейка у нас пустая. Ну, не пустая, в ней не очень много энергии. 39% всего лишь. Вот разматывается трос. Я поставил усилие на тросе 69 килограммов. И вот выматывается. Машина сейчас разматывает и заряжает, чтобы мы сделать могли полетик. Вот такая хитрая штука. Я... О, зажужжал вентилятор. Потому что контроллер вкачивает все в батарейку. Соответственно, из-за этого греется. Сейчас вот это вот большой генератор энергии. Почти 4 киловатта грузится в лебедку. За счет того, что очень быстро едет машина. 90 килограмм стоит тяга. 47-48% батарейка. То есть, грубо говоря, мы батарейку сейчас заряжаем даже. То есть, мы не расходуем ее. Трос разматываем под нагрузкой. Из-за этого батарейка только больше и больше. Вечный двигатель практически. То есть, мы это можем. Мы, там несколько человек, кто... Я, Кирилл мой друг занимается. Денис. Мы можем это сделать. А тут большая, блин, фирма. Ну, понятно, что она ограничена кучей вот этих вот сертификаций. Яса, все дела там. Каждый хрен из горы смотрит. Но вот это эффект. Почему, например, у того же Маска и его машинок получилось что-то. А огромные автогиганты долго там... И ничего хорошего так и не сделали. Это именно причина молодой, яркой фирмы. Причем я фирмой никакой становиться не хочу. Максимум, что мы сделаем, мы предложим всем владельцам электропепистрели комплекты на замену. Причем деньги будет зарабатывать мой друг, который будет сейчас собирать батарейки. То есть, нахер, геморрой этот мне не нужен еще один. Я просто буду летать. И мне интересно это дело испытать. И сделать так, чтобы это шло в будущее. Что вот эти тормоза сертификационные, вот эти тяжеловесные и так далее, работали как можно меньше. Я прекрасно понимаю, что я могу, конечно, пожертвовать своей жизнью, сгорев в этом планере и так далее. Во благо прогресса. Но, в принципе, не такой плохой конец. Мы за светлое будущее. Братья Рад, привет. О, есть. Надо было нажать до конца и все. Теперь, по идее, вот здесь вот на батарее есть 150 вольт. Вот это вот совсем мне не хочется туда лапа лезть. Надо ее закрыть какой-нибудь изоленточкой. А, кстати, я ее сейчас скотчем прикрою. И будет чудесненько. Будет надежно и практично. Мне кажется, скотч это самый правильный инструмент при работе. Следующая фаза. Вот этот разъемчик. Они прикручены на болтики. Все достаточно надежно. Здесь я тоже все открутил. Оп. Все. Теперь батарея уже полностью отсоединена от борта планера. Крепление закрывает такая заглушечка. Она печатана на 3D принтере. Шестигранничек на болтике. Я его открутил. Сейчас на себя раз. Оп. Все. Снял. Да, здесь под шестигранника. Снизу гайка на 13. Сейчас открутим. Самое главное в такой ситуации, чтобы все болтики, все винтики, все крышечки были на своем месте. И разложены левое слева, правое справа. Я возьму туда под хвост аккуратненько их отложу. Все. Крышку оказалось удобно отсоединять большой отверткой. Щелочку просунул. Чпунь. Отодрал. Внутрь открылись вентиляторы. Зачем этот обтекатель нужен? Он выдувает вот сюда, вот в этот район воздух горячий. И, соответственно, этот воздух весь уносит потоком. А вот этот дефлектор подает воздух горячий как раз внутрь. На инвертор. Самое главное, чтобы охлаждался еще хорошо инвертор. Батарея снялась просто. Сначала я думал, что придется вот этот вот высоковольтный коммутатор снимать, но оказалось, что это не нужно. Вот как выглядит сие чудо. как оно монтировалось планер, так оно и вынулось. Смотрим, что здесь есть. Вот эти передние точки крепления. Да, должно заехать и зафиксироваться. Это у нас воздухозабор. Для того, чтобы как раз батарея продувалась воздухом. Куча болтиков. Я считаю, что почему благородному Дону не взять и не вскрыть эту батарею. Собственно, ради всего этого и начиналось. Надписи здесь немного. Тейшн никогда не открывайте. Вас угробят сразу. Хай вольтаж. Все дела. Никаких больше информационных надписей нет. Значит, надо открывать. Задача безопасный аккумулятор сделать непростая. Литифером технология для наедо в домах используется для домашних накопителей энергии. Вот это ставить, что домой страшно, что, честно говоря, в плане страшно, и в мотоцикл страшно. Мотоцикл можно, там особо гореть нечему, а вот представляете, если здесь летим мы летим, загорается вот тут вот сзади. Здесь вообще парашют с ракетой очень было бы неприятно. Так что переделать очень нужно. А если направление сейчас сломалось? Ну, надо ломать ничего. Это когда парашют сломалось. Ну, тогда парашют выстреливаешь, и все, и все хорошо. Однако, помимо сладкой батареи, вот здесь есть не менее сладкий инвертор. Мне крайне важно понять, что это за модель, потому что пистолет скрывает производителя этого инвертора, инвертора. А он явно не их производства. Поэтому хочу открутить и посмотреть некий где-то шильдиков, которые они умудрились не оторвать. Так что демонтирую еще и инвертор. я отсоединил разъем и открутил крепление. Видите, там такая площадка красивая, сделанная, и одним болтиком все это крепится. Видите, гаечка для контровки. сейчас можно выдернуть отсюда инвертор. Вынимать я его совсем не буду, потому что не хочу откручивать вот эти высоковольтные провода. Но, по крайней мере, я осмотрю со всех сторон, поищу надписи. Пришлось открутить створку. Вот как она устроена. Видите, есть такая пружинка толкающая, шток внутри пружинки. Достаточно просто и красиво сделана. Все. И сейчас вот здесь две простые петли. Сейчас их тоже отщелкну и сниму створку. Вынул две оськи. И, как вы видите, створка снялась. Она легенькая, может быть, может быть, полкилограмма, ну, килограмм 600, наверное, весит. Конечно, у пепестреля качество комплектующих потрясающе. Видите, здесь резинка остается, я ее просто вдоль этого борта свешу. Все. Створка висит, мне больше не мешает. И теперь я могу прямо лезть и лезть сюда и даже на камере уже вижу, что мне нужно крутить. Как вы видите, отсоединил я инвертор. Такое же крепление, как впереди оказалось и сзади. Вот, собственно, точка, куда болтик закручивается. Легко открутить было, когда створки нет. Ничего сложного, но никаких надписей я не наблюдаю. Мне казалось, что вот на этом бортике будет надпись. Здесь тоже надписи нет. Сейчас посмотрю и осталось может быть снизу глянуть. Это победа! Все есть! Снизу оказался шильдик. Отлично! Теперь мы все знаем про этот контроллер. Огей! Я очень доволен, что мы нашли контроллер, потому что по модели мы вычислим производителя и спишемся с производителем на предмет всех наших хотелок. Контроллер идеально подходит под пипистрель, потому что воздушного охлаждения, то есть я на воду не хочу ни в коем разе переходить. Это конечно модная тенденция для самолетной техники очень надежная, но еще в водичку водить, этот тасол вытечет, еще чего-нибудь. В общем не хочу такого геморроя, тем более что чем лучше батарейки становятся, тем у них больше емкость, тем относительно этой емкости токи падают, то есть ток, который нагревает эту батарейку, если ты сделаешь батарейку в два раза более емкую, то греться она станет не в два раза меньше, а в четыре, вот, что мы собственно и хотим сделать на новых элементах, добиться того, чтобы с воздушным охлаждением, можно практически без охлаждения, работало прекрасно, а эта батарейка похоже кабельный век, мы ее сейчас тоже разберем. Вес батарейки 35,7 килограмма, какой вес интересный у меня, не может быть 91 килограмм, кошмар, только же недавно весил, перед новым годом весил 89, вот это что, что новый год делает, кошмар, ладно, новость хорошая, похудеть-то я похудею, главное, что батарейка 35 килограмм, я думаю, мы с этим же весом, а то и меньше, сделаем батарейку емкостью в полтора раза больше, то есть сейчас батарея 40 ампер часов, а у нас будет 60, хе-хей, ну что ж, погнали откручивать, сейчас сниму крышку, а там видно будет, наступила ночь, я таки разобрал эту штуку, пришлось снять боковую крышку, было логично, много пришлось всего откручивать, уголки, прочее, но мы добрались до того, что искали, это вот эта микросхема, это как раз то, что контролирует батарею, было интересно, она пипестрелевская или стороннего производителя, это полный кастом, то есть это их плата, и к сожалению, это усложнит привязку к их управлению этим планером, то есть можно сказать, что ничего от того, что сейчас есть, не останется, увы, но зато можно будет сделать свое, как сказали специалисты, здесь масса косяков уже, сейчас делают лучше, элементная база лучше, и так далее, и тому подобное, а мне остается теперь только собрать эту батарейку назад, ячейки здесь древние, собственно, не жалко, что они уже накрылись, главное теперь все собрать, чтобы хотя бы хоть как-то это работало, а это, я так понимаю, какой-то офигенный на 150 ампер предохранитель, видите, если закоротить эту батарейку, то ничего страшного не будет, ну, собрано хорошо, вот, как-то, контакторы, я думаю, может быть, кому-нибудь из электроников будет интересно, вот это разъем, этот, который я изоленточкой замотал, вот это входят все проводочки на БМС, вот они все на линию идут, ну, и, собственно, БМС, элементарно, я сам такие батареи собирал, ну, конечно, не такие умные, но делал, когда я собирал электрическую лебедку, я делал 76-ти вольтовую батарею, поэтому немножко эту кухню знаю, но я ставил туда распределенный БМС, там каждая ячейка работала, и не очень правильная технология, лучше ставить уж БМС одну и на всю батарею, и остается выбрать хорошую БМС, самую лучшую на сегодняшний день, которая позволит нам вот все те же вопросы, которые решены вот в этой батарейке, решить на своей, останется только дальше подключить это, чтобы крутило мотор, крутило контроллер, но не составляет большого труда всю эту схемотехнику сделать, единственное, что красивый модный приборчик может не работать будет, зарядку придется свою делать и так далее, но, по крайней мере, это путь, когда у тебя будет планер, в котором ты можешь все починить, вот это основная цель этого проекта, сделать рекуперацию, которую не дают сделать пипистрель. По ангару приятно шуршить дождик, а у нас собран аккумулятор, все, готово, я не знаю, будет он работать или нет, завтра с утра приду и его поставлю назад, но самое главное, что все, готово, то, что один человек разобрать может, другой завсегда собрать сможет. Завтра поставим его назад в отсек, установим контроллер, запустим, в общем, все, что нам надо, мы уже посмотрели. Глядя на такой безобразный эскиз, никто никогда не подумает, что у меня была пятерка в ХАИ по начертательной геометрии, а между тем, можно вешать разъем, контроль батареи я уже подключил, осталось ставить вот этот модный, красивый, ой, не так, так вот, надо полностью его открыть, потом вставить, видите, и теперь, давайте, оп, магия, я еще не умею его постоянно снимать, ставить, видите, все, держится, готово. что самое главное в ремонте, это, чтобы не осталось лишних деталей, практически всегда, когда я что-то разбираю, собираю, остается маленькая какая-нибудь запчастюля, мы разбирали несколько раз двигателя с моим другом Леликом, Лелик, как вообще так, он говорит, слушай, да это нормально, каждый раз, если остается пару болтов и гайок, да и фиг с ними, значит, кто-то их подсыпал или что-нибудь в этом роде, мы же все закрутили, говорю, ну что все, все, и теперь, собирая, я нашел вот эту шайбочку, вот эта шайбочка выскочила и лежала вот здесь, я после сборки обошел весь планер, все внимательно просмотрел с фонарем и нашел эту гаечку и шайбочку, благо я вот этот вот элемент еще не ставил, то есть я нашел его перед вот этой подвешиванием створки, ну и нашел место, где она должна стоять, поэтому редкий случай, когда все собралось и лишних запчастей нет, по идее, должно заработать, а теперь, как вы думаете, заведется этот пылесос или нет, ну иди попробуем, ну понятно, что 12 вольт работает нормально, сейчас включится вся электроника, вот это такой звук, как будто кто-то взлетает, интересно, откуда он, кто такой, такой интересный, а? прямо на взлет идет, источник звука, двигатель, друзья, вот это, оказывается, движок, кстати, что интересно, видите, какая дикая влажность на улице, двигатель, а вот, чем покрылся моторчик, он покрылся капельками, росы, водичка, надо быть чрезвычайно, осторожным, в такой ситуации, с такой штукой, игрушка нам показывает 277 вольт на батарейках, 56 процентов заряд батареек, то есть теоретически даже можно сейчас взлетать, но я хочу прогреть батареи и все-таки попытаться их еще раз зарядить, перед тем, как поставить планер куда-нибудь надолго, а подлость на данный момент в том, что чтобы отбалансировать батарею, ее нужно зарядить на 70 процентов, то есть процесс балансировки ячеек не запускается, пока батарея не превысит порог в 70 процентов, а я, насколько вы помните, по вчерашнему дню, что-то на 60 чем-то ее зарядил и все, все, дальше она просто не идет, не хочет, не получается, вот эти вот ячейки, лжи, которые стоят в этой вот батарейке, просто какая-то ячейка умерла и просто не позволяет остальным зарядиться, удивительное дело, в принципе логичное, но в целом это создает, ну, большие, задает вопросы к системе, почему? дело в том, что, например, батареи, которые мы проектировали, ну, что они там на 100 вольт только и так далее, но у нас зарядное устройство подавало напряжение на эти батареи, когда батарея, БМС показывала, что батарея встает в балансировку, ток уменьшался до минимума и на ячейках срабатывали резисторы, которые просто рассеивали, то есть идет на каждую ячейку, ну, допустим, там 0, там 1 ампера, соответственно, та ячейка, которая не хочет кушать это, она просто это рассеивает, это дает тепло в природу и это, конечно, дико не экологично, но зато дешево, надежно и практично, а, соответственно, остальные ячейки потихонечку подзаряжаются и потом вдруг начинают все излучать, ну, и тогда все, показывая система, что батарея зарядилась на 100%, в БМС отключает зарядку, так работает, ну, скажем так, более примитивное устройство, это же ничего не позволяет, то есть вот сейчас на двух последовательно соединенных батареях, то еще беда-то в том, что последовательно, то есть непонятно, это первая батарея или вторая, и померить на них ничего невозможно, потому что, как вы видели по плате, которая, вот это БМС управляющая, и там же всякие реле, там стоит реле, которое подключает батарею к системе, то есть компьютер и говорит, подключить батарею, он подключает, то есть я вот зря там обматывал эти вот коннекторы скотчиком, на всякий случай, на них ничего не было, потому что не был включен вот этот вот магнитный включатель, там же стоит предохранитель на 150 ампер, если просто взять качественным ключом на вот эти вот модные контактики, пык, бабахнет, но сгорит предохранитель, так что, в принципе, все достаточно надежно, но в этой надежности кроется, ну, наверное, какая-то некая неспособность этой батареи в данных условиях работать, с другой стороны, если одна ячейка умерла, то по-хорошему и летать-то не нужно, то есть умерла, значит, наверное, уже батарею такую починить, мне кажется, не представляется возможным, просто нужно все к гидрине фини заменить и непонятно, менять на полностью красивый новый пипестрельский вариант ну, 1030-40 евро, либо изобретать, вот, что вы посоветите, глубоко уважаемые, любители летных видов спорта, напишите, пожалуйста, в комментариях. Зажужжало, как мы уже выяснили, это мотор жужжит, и ставлю 0,1 киловатт, вот, на один щелчок сдвинул, сейчас даже, даже 0,1 киловатт не идет, 0, показывает 0, но винт крутится, а здесь 0, если сдвину деление еще на 1, планер сейчас стоит на башмаках тормозных, никуда он не поедет, потому что стоят колодки, ну, конечно, надо вот так аккуратно в ангаре играться, вот сейчас 0,3 киловатта, больше я, конечно, давать не буду, и вот таким образом, кстати, можно разряжать моторчик, если вы приехали, батарея полная, отставите, и часик помолотило, чуть-чуть разрядило, хотя, конечно, 0,3 киловатт часа, это ни о чем. Оставлю мотор во внешнем положении, поэтому просто отключаю управление контроллером, все, и теперь можно отключить батарею, и поставить устройство на зарядку, ничем не отличается от моего BMW i3. Батарейка в процессе нагрева, это мы знаем, смотрим, 56% батарейка, 16 градусов батарейка, 6 ампер ток в батарейку, 270 вольт, 278 вольт батарейку. По опыту могу спорить с вами на что-нибудь, но отключится это где-то на 65%. Давайте заключать пари, вы там пишите в комментарии, прямо сейчас сколько же будет, а я в следующем кусочке вставлю, сколько же действительно будет. Как выглядит конец пипестреля? Вот так. 58% батарейка, 278 вольт, и сейчас она отрубится. В принципе, сейчас вы это сами увидите. Сейчас ток 3 ампера, будет такой щелк, и она перестанет заряжаться. О, щелк, и все. Вот она и выключилась, на 59%. И в этом случае, друзья, делать нечего, ты не нальешь бензин в бак, ты там не потрогаешь свечки, все. Она говорит, не хочу заправляться, не хочу, и все. Батарею мы распотрошили, все в ней посмотрели. Путь замены батареи на самодельную возможен, но вот сейчас большой вопрос, что же убило эту батарею? Неправильное хранение, или, допустим, battery management system на второй батарейке. То есть, по-хорошему, нужна диагностика. Сейчас попробуем отослать файлы с логера в пипестрель, они диагностируют, и если скажут, что БМС нормальная, умерли ячейки, то можно перебрать батарею на более совершенной ячейке. А второй вариант, это апгрейд этого планера на версию 3.0. Батареи будут уже более современные, с водяным охлаждением, и меньше шансов с ними попасть. Почему не повезло с этими? Повторю, планер полтора года не летал, хранили его полностью заряженным, то есть, возможно, это сработало, и непонятно, как владелец до этого с ним обращался. Батареям 4 года. И батарея очень неудачная, это 40 Ач, такие пакетики. И вот эти пакетики на автомобилях был отзыв. Ну, короче, партию отозвали, но самолеты не отозвали с планера. Сказали, ну, вот так. Может, как раз, кстати, владелец узнал, что пакеты эти сыпятся. И больше 600 циклов они не проходили ни у кого. Ну, и такая вот грустная, так сказать, нотка с позитивом, потому что планер это все равно остается. Будем его потрошить, переделывать, доделывать, дорабатывать. Может быть, уговорю сделать на нем рекуперацию, чтобы можно было заряжать батарейки набегающим потоком от винта. Смотрим. Ну вот, все. Летать уже в таком виде не летя. Гибридный самовар наполнен водой и рванет или не рванет. Подключаем. Ну, по идее, должен начать греться. Сейчас посмотрим. Суммарная мощность должна быть сейчас нужительная. Смотрим напряжение. О! 141,8 вольта. Пошла жара. Реально, чайник, похоже, помогает. Я засекаю время. Я вам сейчас скажу, сколько вскипит этот 3 или 4 литра, ну, литра, 4, наверное, чайничек от батареи пипестреля. Пипестрель. Гибридные технологии. Гибридный чайник и электрический планер. Редактор субтитров А.Семкин